На этой неделе вышел, кстати, малозамеченный, я не знаю почему это, или самоцензура, или просто действительно много других событий, вышел малозамеченный доклад Freedom House о состоянии свободы в мире, в том числе о состоянии свободы в Украине. Так вот, Украину там, вопреки тому, что мы сами о себе думаем, вопреки Майдану, вопреки всем колоссальным интересам, о том, что мы считаем, что это страна, которая очевидный форпот свободы борется против очевидного в целитарной стране, она признана, причем Дэвидом Креймером, жесточайшим критиком и России, и Януковича, признана частично... Креймер ушел уже, извините, уже больше не работает в Африке. Но под влиянием Дэвида Креймера, главного специалиста по Украине, который здесь бывал десятки раз, признана частично свободной страной. Так же, как и Пакистан. Несвободной. Мексика, там, Пакистан, и мы частично свободные, то есть там еще несколько стран. Экономически не свободны, самая не свободная в Европе экономически. И в том числе, в том числе, там я внимательно читал доклад, там, конечно, есть и претензии к закону иллюстрации, кстати, которые они считают не очень демократичными, там есть, конечно, претензии к правам сексуальных меньшинств и так далее, но в том числе и несовершенная ситуация свободы слова. Так вот, когда мы говорим, что мы не хотим, чтобы здесь были российские СМИ, наверное, мы бы хотели, мы же не хотим, знаете, в остров превратиться и только сами себе вариться в собственную стаку. Мы бы хотели, чтобы сюда приходили ведущие мировые западные инвесторы, которые работают по каким-то правилам. Так вот, западные инвесторы, медиарынка, прежде чем выходить на рынок, в том числе, будут смотреть на этот доклад. Если сейчас будет принят вот такого рода закон, мы явно упадем там по рейтингу еще раз, и никто не будет из запада вкладывать в Украину, и никто на западе нам не добавит. Я говорю, что в законе страна агрессор написана. Никто не мешает американским, европейским. Я говорю, если, грубо говоря, будет закрыт канал Интер или какой-либо другой канал, на основании сомнительного решения, то мы точно опустимся в рейтинге свободы слова, и это будет гораздо худший сигнал, чем любое... Если американцы начнут критиковать реформы, глядишь, и им запретят. Не, ну, на самом деле, это первое. А то, что мы там спорили, я скажу, ну, мое глубокое убеждение, что сейчас общество настолько, ну, как бы, ну, не знаю, надо быть полными идиотами, чтобы посмотреть сериал «Менты» и начать любить Путина. Я действительно согласен, надо было раньше об этом думать и снимать фильмы, и начинать сейчас уже снимать сериалы, пропагандирующие украинскую армию, встилающие уверенность в силу наших вооруженных сил, в их компетентность.